Я хотел бы вас снять, вы вот сейчас включили запись, да, здесь, вот эта штучка у нас, девушка, а можно вас увидеть? Здравствуйте, вот сейчас сидели, а вас тут даже так много, вы сидели, улыбались, сейчас смеялись, по какому поводу, можно узнать? Мы сейчас сидели, вот тут смеялись, улыбались, по какому поводу, понял, значит мы находимся в подразделении с утра, куда мы приехали, смотрите, как тут весело, что происходит, да, да, я просто умел, вы посмотрели на нас и посмеялись, и я поэтому спрашиваю, что смешно у вас, я понял, поэтому если есть... Хорошо, спасибо большое, и опять же, смотрите, давайте посмотрим хронометраж этого ролика, сколько он по длине, по продолжительности, да, вот у вас 26 минут 48 секунд, 26 минут 48 секунд, да, по продолжительности он соответствует, но мы, если мы делаем ссылочку на YouTube, то мы тогда должны сравнить, выйти все равно в YouTube, сравнить эти ролики и так далее, проще просто выйти в интернет, зайти на канал YouTube, и представить его на обозрение. Тут, по-моему, досконально, на мой взгляд, я описал то, что это касается именно этого ролика, есть его название. Нет, смотрите, вы хотите, чтобы мы вам дали объяснение по вашему тексту или по ролику, согласитесь, если вы нас спрашиваете по ролику, то мы этот ролик должны видеть, вот, правильно? Ну, нами он представлен. Ну, он, вы же здесь делаете ссылку на YouTube, а даете нам какой-то ролик на каком-то вашем компьютере, как мы можем убедиться, что он не подвергался какому-то техническому воздействию, да, что там нет какого-то монтажа и так далее. Как нам в этом убедиться? Ну, смотрите, если вы говорите, что поводом для вот этой проверки, которую вы проводите, является ролик на YouTube, то мне кажется, что логично посмотреть ролик на YouTube, а не какой-то другой ролик или похожий на этот ролик где-то на компьютере, нам зададите вопросы, поэтому согласитесь, логично, да? Ну, например, вы по вещественному доказательству допрашиваете там свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, говорите, вот, этим ножом убили, но убили не этим ножом, а похожим, вот мы этот убили там. Мы можем добавить сюда, что этот ролик был скопирован с YouTube. Ну, соответственно, ну, тогда мы будем объяснение давать не по ролику из YouTube, а по какому-то ролику, давайте изменим тогда здесь, что 22-го, значит, 2-го ноября был какой-то ролик на YouTube, а вы нам на опозрении предлагаете другой ролик, который мы смотрим не на YouTube, а смотрим на вашем компьютере, и определить их идентичность мы не можем, вот. Вот, собственно, и все. Дальше, наверное, вы должны запротоколировать какую-то флешку, да, которую вы сейчас вставили. Ну, согласитесь, логично, да, потому что если у нас впоследствии, вероятнее всего, у нас будет суд, да, мы будем какие-то действия обжаловать, то даже в суде спросит, вы видели этот ролик на YouTube? Нет, мы его не видели, мы не понимаем, о чем речь, нам что-то показали. А вы скажете, уважаемый суд, честное слово, мы показывали именно на этот ролик, а как это проверить? Это проверить невозможно. Поэтому... Я предлагаю, вот, касательно объяснение, давай, касательно того, что я описал в тексте, то, что я увидел, сам, как лицо. Подождите, то есть мы должны дать объяснение тому, что вы увидели, вы понимаете, как это звучит? Как я могу объяснить, что вы увидели? При этом, вы же понимаете, вот вы знаете, даже вот несколько свидетелей одного и того же происшествия, это происшествие будет описывать по-другому, потому что они его видят по-другому, потому что, ну, вам любой там психолог скажет, что каждый человек, он по-разному идентифицирует, кстати, и по половому признаку. Например, женщины, они больше на детали обращают внимание, да, они могут запомнить цвет волос, цвет глаз. Мужчины не обращают внимания на детали, а вы просите, чтобы мы дали объяснение, потому что вы видели. Давайте-то напишем, что в такого-то числа вы, там, фамилия, милость, увидел то-то, то-то. Я увидел, что вы можете по этому пояснить. Я, тогда мы можем пояснить, да, что вы человек наблюдательный, да, то есть спокойный, вежливый, но уж точно не по ролику, мы можем объяснить по вам, ну, логично, да, поэтому, если вы ссылаетесь на YouTube ролик, покажите нам на ролик YouTube. Если вы ссылаетесь на другой ролик, тогда здесь напишите другой ролик. Вот, собственно, и все. Ну, логично, да? Надо на YouTube. Давайте, тогда телефон нужно идентифицировать, да? С помощью, с помощью чего осуществляется выход в интернет, да, там. Нет, 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 вы говорите, выйти через телефон, чтобы войти, вообще, потому что выход в интернет, он обеспечивается каким-то провайдером. Если через телефон, то это сотовым императором. Билайн, там, МТС и так далее. Ну, логично. Да, сто процентов. Если нас спрашивают по поводу ролика, можно, можно. Потому что смотри, какая ситуация, сейчас люди должны видеть, да? Да, вот. То есть нас спрашивают про ролик какой-то, а ролик нам этот не показывают. Ну, странно. Ну, и нам говорят, поверьте, мы его видели. То есть вы видели ролик, и хотите, чтобы мы дали объяснение, потому что вы видели. Скопирован с YouTube. А как это определить? Как вы это можете подсказать, чтобы он скопировали? В полном объеме. А как, дождите. У нас, соответственно, по времени и продолжительности. Ну, смотрите, получается парадокс. Слушайте, YouTube кому принадлежит? Американцам? То есть вы с американского сайта что-то скопировали, и нам сейчас хотите про это рассказать? Я правильно вас понимаю, товарищ майор? Поймите правильно. Товарищ майор, у меня вопрос. Будьте любезны ответить на него. Он опубликован, этот видеоролик, для всеобщего просмотра. Где? В сети интернет. Где? Кроме того, что в YouTube, он еще опубликован в ряде СССР. Кто это снимал? Мы хотим это узнать. Кто это снимал? Мы хотим это узнать. Вы у нас хотите это узнать? Эрик, чтобы ты понимал, вопрос-то не в этом. Бог с ним на YouTube, американском, неамериканский, украинский, любой. Но нам здесь в объяснениях уже написано, да, что 2 ноября 2005 года на YouTube был размещен определенный ролик. Да, 15-го года был размещен какой-то ролик. И нас просят дать объяснение по этому ролику. При этом ролик этот нам не показывают. То есть мы не можем сейчас зайти на YouTube, здесь нет технической возможности... Мы показываем его копию этого ролика. Подождите, так вы тогда и пишите, что на YouTube был размещен какой-то ролик, мы непонятным образом его скопировали, и на обозрении представляем копию, подлинность которой в настоящее время подтвердить не можем. Но согласитесь, вы нас спрашиваете про ролик в YouTube, а показываете его на YouTube. А касательно вопросов, которые мы хотим вам задать, как раз по поводу подлинности этого видеоролика, сможете ли вы такой вот копию того, о чем там идет описание, предоставить нам? Нет, смотрите, смотрите, по данному вопросу мы ответим следующее, да, что ответить на ваши вопросы не представляется возможным, потому что сотрудники не обладают технической возможности зайти в YouTube и ознакомить нас с тем роликом, по которому вы нас спрашиваете. Вы же говорите, вы нам задаете вопросы по поводу ролика в YouTube, но нам его не показываете. То есть это все равно, что опознать преступника, не показывая его. То есть зайти в темную комнату, там сидят какие-то пять человек, сказать, кто преступник. Я говорю, я не вижу, а вы говорите, поверьте, это вот тот справа, слева, третий слева. Хорошо, мы вам показываем тот ролик, который есть у нас, а вы по поводу него, так как он здесь описывается, тот ролик, который здесь непосредственно показывают. Нет, тогда вы опишите тот ролик, который вы показываете. Даете, соответственно, или не даете какие-либо комментарии? Ну, смотрите, давайте так, вот есть документ, да, есть бумаг, здесь совершенно конкретно описано. Тогда вы сформулируете по-другому вопрос, потому что по данному вопросу ответить невозможно. Вы спрашиваете по поводу ролика в YouTube, но этот ролик нам не показываете. Как вы можете дать объяснение? Первый вопрос, да, он касается... Да, давайте, какой вопрос? Сообщите, кем именно был размещен данный видеосюжет. Вот, смотрите, посмотри, Эрик, сообщите, кем именно был размещен данный видеосюжет на видеохостинге YouTube. А этот сюжет нам не показывается. Нас спрашивают, кем он был размещен, а я вам спрашиваю, а какой сюжет. Он показывается, но он описывается. Подождите, подождите. На YouTube триллионы видео. Вы про какое? Подождите, а не проще? Конкретно, детально описано. О чем именно? С названием, с продолжительностью. С секундой, по секундой. То есть вы идентифицируете ролик по названию и продолжительность. Это все равно, что идентифицирует человека по росту и цвету волос. И вес. Что преступник, даже без веса, даже без веса, просто преступник был высокий блондин. Поймали первый высокого блондина и говорят, это он, да, потому что тот был тоже высокий блондин. Извините, если речь идет о видеоролике, нужно показать видеоролик. Да, если вы этот видеоролик показать не можете, то на этот вопрос ответить невозможно. Кем был размещен данный видеоролик? Какой видеоролик? Покажите нам его. А вы нам его не можете показать. Вы говорите, этот мы не показываем. Как мы можем по тому ролику, если вы нам хотите показать какой-то другой? То есть сейчас Эрик скажет, да, на рейндж-ровере сидел я. Дальше вы берете, достаете ролик, где на рейндж-ровере сбивают сотрудника полиции. Вы говорите, ну ты же сказал, что это ты. Вы сейчас говорите совершенно неправильно, потому что здесь в данном конкретном тексте такого нет. Про сотрудника полиции? Не про... Тут конкретно описывается, что там происходит детально. Нет, а зачем описывать видеоролик? И куда-то в сторону уходить от того текста, который здесь есть. Нет, а зачем описывать видеоролик? Подождите, смотрите. Вы с процессуальной точки зрения, чтобы нам задавать вопросы по видеоролику, вы должны нам его представить на обозрение. Вы согласны или не согласны? Да, при этом мы его представляем на обозрение. Вы представляете? Его копию. То есть вы хотите, чтобы мы определили, во-первых, является ли это копией, но мы не обладаем специальными знаниями, чтобы понять, копия этого ролика или не копия. Для этого я сообщаю, что это и есть копия, и туда готов соответственно об этом... А как, подождите, то есть вы хотите, чтобы мы вам поверили на слово, что это копия? А не проще ли нам предоставить на обозрение оригинала? Просто вы, как это делается? Представляете-то на обозрение оригинала видеоролика. Говорят, вот видеоролик на ютубе. Номер такой-то, такого-то числа, столько-то. Все, вопросов нет. Дальше, на такой-то... Сейчас попробую этого мы попробуем. Да, на такой-то минуте там происходит то-то-то. И мы вам дадим объяснение. А так это немножко... Можно с самого начала нашу встречу рассказать? Ну, примерно, да, в самом начале у нас как получается? Сначала у нас получается один сотрудник, да, потом второе подразделение. Ну, то есть я хочу, чтобы люди прослышали.